Здравствуйте! В эфире программа «Боберанг». Мы говорим о медицине и о здоровье. Сегодня гости нашей студии главный терапевт-пульмонолог Нездравсоцразвития Владимир Дубов и главный фтизиатор Министерства Надежда Апраксина. Уважаемые гости, вот скажите, человек может не есть несколько месяцев, может не пить даже больше месяца, знаю конкретные опыты у знакомых людей, но не дышать он может от силы 20-30 секунд. Получается, что дыхание вообще священная функция нашего организма, а заболевание органов дыхания получается самый главный и самый страшный враг нашего организма. Я об этом раньше как-то и не задумывалась. Совершенно верно. Вы говорите, что в структуре вообще общей заболеваемости болезнь органов дыхания занимает лидирующее место, и где-то в мире это 25% в структуре общей заболеваемости. Если взять Российскую Федерацию, то потихонечку наметился положительный процесс, и уже за 2013 год эта цифра где-то 23%. В Чувашии это 20,7%. Но это все равно лидирующее место. Ну, каждый четвертый человек. Почти каждый четвертый человек имеет диагноз из группы болезней органов дыхания. И в большей степени, наверное, это вот с эпидемией. Гриппа связана, да? Совершенно верно. Если взять возрастные категории, то, соответственно, наиболее часто болезнями органов дыхания подвержены возрастные группы 0-14 лет, и люди трудоспособного возраста – это где-то 18-60 лет. Интересный факт, что в возрастной группе стажа трудоспособного возраста этот показатель как бы стабильно держится без превышений по сравнению со всеми предыдущими годами. Ну, что касается туберкулеза, то, конечно, в структуре заболеваемости органов дыхания он занимает небольшое место. Но очень страшно для обывателя, да? Поскольку относится к инфекционным заболеваниям и распространяется, может перезаражать других людей, конечно, в нашей стране уделяется большое внимание, и мы как бы отслеживаем, мониторируем показатели заболеваемости туберкулеза. Ну, мне-то вот кажется, стоит обратить внимание для телезрителей и радиослушателей на тот факт, что если раньше люди могли считать, что это социальная болезнь, на самом деле нет. Я знаю огромное количество людей из элиты, которые болели туберкулезом, потому что именно угрозы существуют и риски. Но вначале я задам вам вопрос, а какова ситуация с заболеваемостью органов дыхания? И вы, пожалуйста, расскажите мне и о детях, и о взрослых. Ну, в структуре заболеваемости, скажем так, первичной, то есть это структуре диагнозов, которая поставлена впервые за этот год, лидирующее место занимает и сами болезни органов дыхания. 40% обращающихся в лечебные учреждения – это люди, имеющие те или иные симптомы болезни органов дыхания. И здесь превалируют люди с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, гриппом. И как раз за счет именно возрастной группы 0-14 лет. Понятно, что к болезням органов дыхания относятся не только острые респираторные вирусные инфекции, грипп, но и наиболее опасные такие заболевания, как пневмония, хронические обструктивные болезни легких. Суммарно, в структуре общей заболеваемости, суммарно, они все занимают лидирующее место где-то 20,3% по Чувашской республике, несколько выше этот показатель. Ну, каждый четвертый человек у нас болеет в республике. Также и в первичной. Но в первичной заболеваемости приоритет все-таки отдается острым респираторным вирусам, инфекциям и гриппу. Понимание их обл, они занимают, конечно, определенные места, но они более интересны для населения, для врачей, как причины смерти. А детки? У детей в основном ситуация складывается таким же образом, то есть основная масса детей поступает и обращается в первичную, в лечебную сеть с острыми ларингитами, трахеитами, риносинуситами и так далее. Но можно напомнить, что такой диагноз правомочен, когда мы, естественно, высеваем возбудителя, и тогда мы можем поставить такой диагноз. Что касается туберкулеза, то на сегодняшний день в Чувашской республике больных туберкулезом под наблюдением, который стоит у нас под наблюдением, 3570 человек. Из них больных активным формой туберкулеза, то есть те, которые представляют опасность для окружающих, 1070 человек. Это значительно ниже, чем в Российской Федерации и в полтора раза ниже, чем в Приворском федеральном округе в целом. Что касается детского населения, то заболеваемость детей у нас невысокая. Контингент детей составляет менее 100 человек в Чувашской республике. Заболеваемость остается стабильной порядка уже многие годы. И она в два раза ниже российских показателей. Это связано с тем, что в семье кто-то из взрослых болел, и ребенок зародился, или совсем не обязательно? Чаще заболевают, особенно в последнее время, дети все-таки из очага инфекции. Там, где либо родители болели, либо кто-то из окружения. Даже не обязательно, чтобы это был родственник. Это может быть сосед, это может быть друг, который часто посещает эту семью. Вот в основном заболевают дети из этих очагов. Ну, а каковы же факторы риска заболевания органов дыхания? Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно вспомнить, что факторы риска бывают устранимые и неустранимые. Неустранимые – это те, где мы не можем повоздействовать на них. Это, в первую очередь, наследственность. Ни для кого не секрет, что бронхиальная астма, как заболевание, оно имеет яркую наследственную очерченность. Среди устранимых факторов риска, там, где мы и принимаем в последнее время различные коррегирующие мероприятия, это, в первую очередь, конечно же, курение, как активное, так и пассивное. Всем известно, что риск заболеть болезнью органов дыхания у курильщика составляет где-то 80-90%. Это, в первую очередь, аллергены. К сожалению, количество аллергенов растет, и мы наблюдаем в геометрической прогрессии каждые 10 лет увеличение почти в 1,5-2 раза лиц с диагнозом бронхиальной астмы. Следующее – это, конечно, производственная среда. То, чем дышит человек, находясь на рабочем месте. К сожалению, никто не отменял и пыль библиотечную, и пыль от синтетических материалов. Следующее – нельзя сбрасывать со счетов. Это и высокая масса тела, и нерациональное питание. Потому что нерациональное питание приводит к тому, что человек недостаточно получает необходимые витамины, которые необходимы нам для поддержания иммунитета, а избыточный вес ведет к повышенной нагрузке как на сердечно-сосудистую, так и дыхательную систему. В целом, еще в общем заключая, можно сказать, что еще и ослаблен иммунитет, ни для кого не секрет, что городской житель имеет иммунитет более слабше, чем житель района или населения. Иммунитет играет в вас большую роль. В заболеваемости туберкулезом. Вообще туберкулез носителями микобактерии туберкулеза, то есть туберкулезной палочки, является 80% населения. Заболевает далеко не каждый. Для того, чтобы заболеть, нужен комплекс каких-то вот условий. Чаще заболевают – это люди с худшими условиями, жилищными, материально-бытовыми, люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками или психоактивными веществами, люди, которые употребляют наркотики. Люди, которые живут в скученных помещениях, непроветриваемых, в сырых помещениях. То есть, или же люди, которые имеют комплекс хронических заболеваний. Допустим, тот же Хоббл. Люди, поскольку иммунитет у этих пациентов, у этих людей, он снижается, и поэтому восприимчивость к действиям бактерий туберкулеза, то есть туберкулезной палочки, повышается и развивается заболевание. А вот давайте еще раз вернемся к заболеваниям. Какие заболевания лидируют? Лидерами в классе болезни органов дыхания является это, в первую очередь, конечно же, грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Они лидируют именно у детей. Что касается структуры заболеваемости у взрослых, то тут лидерами является хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, бронхиальная астма. Вот та структура заболеваемости, с которой мы каждый день имеем дело. Она же и примерно такая же в структуре спешности. Хотелось бы отметить, что туберкулез поражает все органы и системы человека, может поразить, кроме незамеченного заболевания, чтобы бикобактерия поражала волосы и ногти. Но в структуре заболевание туберкулезом преобладает органы дыхания. На сегодняшний день 96,6% заболевших туберкулезом заболели именно легочными формами туберкулеза. Основная часть, оставшиеся 3-4%, это относится на нелегочные формы туберкулеза. Из них, конечно, чаще болеют туберкулезом костей и суставов. Но какую-то нишу занимает и туберкулез мочи половых органов, причем у женщин это заболевание гениталий. То есть можно, например, половым путем заразиться туберкулезом совершенно неожиданно? Ну, такой факт не исключается. Если нарушена целостность кожных покровов, а чаще всего так это бывает, то, конечно, поскольку тоже передается гематогеном, то есть через кровь инфекция, то, конечно, такая вероятность не исключается. Ну и расскажите тогда, пожалуйста, как устроена, как организована работа вашей службы в Чувашской Республике? Достаточно слаженно. Следует отметить, что у нас в структуре есть два специализированных кабинета. Это на базе Республиканской клинической больницы и на базе Центральной городской больницы. Первичную медико-санитарную помощь оказываются в терапевтических отделениях, как первый уровень. Все, значит, эти отделения закреплены за учреждениями второго уровня. В случае затруднения в диагностике или утяжеления самого заболевания, они могут быть переведены как в пульмонологические специализированные отделения городской клинической больницы номер один, Центральной городской больницы, городского клинического центра, Новочебоксарской городской больницы. Возникают трудности, обязательно идет созвон, заочная, очная консультация с узким специалистом, и если это необходимо... Но у нас пульмонологи в районах ЦРБ есть или все уже поступают сюда сложные? Все сложные поступают сюда, да. И не только дети, это уже святое, да, но даже и взрослые. Даже и взрослые. Лечатся уже в республиканских или в городских специализированных. Совершенно. А в этом смысле проблем с кадрами, вот когда мы говорим о чистых специалистах, пульмонологах, она у нас есть или нет? Проблем с кадрами, вот именно в пульмонологическом аспекте нет. Оснащенность отрасли здесь стопроцентная, кадровая составляющая стопроцентная и среднего медицинского персонала. Вот именно вот такая структура и позволила создать вот эту вот единую, хорошо функционирующую модель. Что касается противотуберкулезной помощи населению Чувашской республики, у нас разработана трехуровневая система. Первый уровень – это ФАПы, это кабинеты врачей-специалистов в центральных районах больницах. Второй уровень – это межрегиональные медицинские центры, которые у нас созданы в республике. Третий уровень – это казенные учреждения Чувашской республики, республиканский противотуберкулезный диспансер. Приказом из соцразвития Чувашии утверждена маршрутизация пациентов, которым четко обозначено, какие формы туберкулеза, с наличием бактерий в отделении, без бактерий в отделении, куда госпитализируются, в какое подразделение нашего учреждения, и где проводится их лечение. В целях доступности, обеспечения доступности медицинской помощи противотуберкулезной населению у нас открыты три обособленных отделения. Одно из них находится в Канаше, в городе Канаш, на 30 коек. Другое отделение находится на 52 койки в Новочебоксарске, куда госпитализируются больные без бактерий в отделении, то есть выздоравливающие больные или больные с малыми формами туберкулеза, которые не представляют значительной эпидемиологической опасности для населения. И третье подразделение – это Урмарское отделение в селе Арабасе Урмарского района. Оно предназначено как раз для реабилитационных целей. То есть, опять-таки, там пациенты поступают после основного курса лечения на долечивание, также они не представляют эпидемиологической опасности для окружающих, ну и проводят этапы реабилитации. Или же туда госпитализируются пациенты по соцпоказаниям, на котором элементарно негде жить и нечего есть. А с врачами у нас все в порядке? Ну, кадровый вопрос у нас стоит очень остро. Мы с Минздравом, у нас разработаны программы для подготовки специалистов. Мы ежегодно им подаем сведения для целевого обучения именно по нашей специальности. Особенно это вот мы уже в этом году подали несколько заявок на обучение врачей-специалистов в интернаторе, в воздинаторе по таракальной хирургии. В этом году к нам уже пришло 4 врача интерна, которые хотят... Ну, будем надеяться, что вы действительно контролируете ситуацию. Ну, вот насколько я знаю, что эпидемическая ситуация в отношении туберкулеза и в Российской Федерации в Чувашской Республике положительна в том смысле, что уменьшается из года в год. Что делает правительство-то фактически для того, чтобы это было так? В рамках федеральной программы в 2001 году сдан в эксплуатацию пятиэтажный кирпичный корпус, в котором размещается в основном хирургическая служба и параклиническая служба, там же отделение лучевой диагностики, отделение функциональной диагностики. Ну, наверное, с приходом нового железа и новой технологии туда ведь пришли, да? Да. В рамках этих программ у нас поступило 236 единиц оборудования на общую сумму более 80 миллионов рублей. Ежегодно у нас достаточно поступает противотуберкулезные лекарства, то есть обеспеченность пациентов 100%. На эти суммы ежегодно тратится тоже более 50 миллионов рублей. Ведь в таком виде социальных заболеваний пациенты сами не покупают это лекарство, да? Нет, сами лекарства не поступают, то есть противотуберкулезные препараты получают 100% бесплатно все нуждающиеся. И причем препараты и первого ряда, и второго ряда, которые применяются для более расширенных схем лечения. Говоря о нашей службе, делается очень много. Если мы уже говорили, в структуре заболеваемости лидирует, например, тот же грипп, то, соответственно, ни для кого не секрет, то большие финансовые вложения идут на вакцину-профилактику данного заболевания. И в этом году мы уже должны прививить 27% населения. Что касается другого такого тяжелого заболевания, как пневмонии, то федеральное правительство внесло изменения в национальный календарь прививок. И на сегодняшний день все дети до двух лет будут вакцинироваться против пневмококовой инфекции. И есть желание правительства Российской Федерации, в том числе и министра Вероники Скворцовой, о том, что позволит вакцинироваться от пневмококовой инфекции и лицам уважаемого возраста, то есть после 50 лет. Вот такие вопросы рассматриваются и в Чувашской республике. Что касается хронической обструктивной болезни легких, то здесь большие вложения обусловлены наличием современных лекарственных форм препаратов. Ни для кого не секрет, что лечение одного больного с Хобл обходится бюджету в очень кругленькую сумму, до 50-60 тысяч рублей в месяц может обходиться. Поэтому здесь, конечно же, это лекарственное обеспечение. Это современные препараты, которые появились на нашем рынке, начиная с 2012 года и появляются с каждым годом их еще. Ну вот я читала, что уже в 2014 году какие-то новинки разработаны, да, и они уже в республике тоже внедряются. Какие вообще новые методы лечения? И можем ли мы, уважаемые гости, говорить о том, что европейский уровень лечения у нас в нашей республике заболевшим пациентам гарантирован фактически? Совершенно верно. Действительно европейский, можно даже сказать, мировой уровень лечения гарантирован нашим пациентам. В частности, если касаться проблемы хронической обструктивной болезни легких, то появился действительно на рынке новый препарат из группы веществ, который позволяет поддерживать дыхательные пути все время свободными, расширенными, то есть препятствует вот этому симптому отдышки и удуши, который возникает у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Появились препараты, которые позволяют уменьшить степень воспаления в дыхательных путях и закупают их специализированные, как мы уже сказали, центры 2-го, 3-го уровня. Обеспеченность очень хорошая. Для хирургического лечения тоже внедрены новые механизмы. Для больных с хроническими обструктивными болезнями легких характерно формирование, ну, такой специфический термин имфизема или наличие так называемых воздушных пузырей в легком. Если они разорвутся, то это крайне опасно. Поэтому хирургия здесь будет направлена на своевременную локализацию этих пузырей, чтобы они никогда не лопнули. Для этого, естественно, у нас есть торакальное отделение, главный торакальный хирург, который с современными торакоскопическими методиками справляется с данной ситуацией. Хирургические методы нас очень часто касаются, но хотелось бы остановиться и на терапевтических методах лечения туберкулеза. Организационный метод туберкулеза у нас значительно лучше, чем за рубежом. То есть за рубежом цель какая? Прекратить бактерию выделения. То есть улучшение ситуации. Кстати, я читала, что там они очень быстро пациентов выгоняют из больницы. То есть были краткие инвертизованные схемы лечения. Еще с советских времен школа такая. Еще с советских школ. Российская фтизиатрия направлена на то, чтобы вылечить больного. Не просто аббацилировать, прекратить бактерию выделения. То есть должен произойти процесс заживления в том органе, где вызвано заболевание. Ну, конечно, чтобы он был гарантирован на здоровье, уже никого не заражал. Да, значит, чтобы полость обязательно зажила, и туберкулез излечился с минимальными остаточными изменениями. Но для этого весь мир, и как в Российской Федерации, в тезиатрии переходят на индивидуализированные схемы лечения. То есть схемы подбираются конкретно под каждого пациента. Ну, в последнее время очень много наработок. Главное – выявить больного. Для этого у нас в Российской инновационная разработка – это диаскин-тест. Это система БАКТЭК. Закупили оборудование, которое позволяет в течение одного-трех дней выявить возбудителя туберкулеза. А можно ли говорить тогда о каких-то основных достижениях на направлениях борьбы с заболеванием такого рода? Пожалуй, самым главным достижением является стабилизация уровня смертности от болезни органов дыхания в Чувашской республике. Ни для кого не секрет, что уровень смертности от болезни органов дыхания в Чувашии, к сожалению, превышает среднероссийский уровень, можно сказать, в два раза. И самое главное достижение – это, конечно, стабилизация этого процесса. И мы надеемся, что внедрение вот этих вот современных методов профилактики, как вакцинация, позволит этот процесс сделать еще лучше и уже прийти к нормальным значениям. Начиная с 2009 года в Чувашской республике наметилась стойкая тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза. На сегодняшний день показатель заболеваемости туберкулеза в полтора раза ниже, чем в России и в 1,25 ниже, чем в Привозском федеральном округе. Показатели распространенности, то есть больные, которые у нас находятся на территории Чувашской республики, тоже ниже, чем в России и в Привозском федеральном округе. И в сравнении с 2012 году снижение произошло и по заболеваемости, и по распространенности на 10%. Что касается смертности от туберкулеза, она у нас в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации, и в 0,75 раз ниже, чем в Привозском федеральном округе. Ну и завершая нашу программу, я бы хотела, чтобы Вы рассказали, что делают Ваши службы для снижения рисков, для профилактики заболеваний органов дыхания. Ну, вся работа нашей службы по профилактике заболеваний заключается, естественно, в пропагандировании здорового образа жизни. В первую очередь, это те региональные и федеральные программы по борьбе с табакокурением. Это ужесточение законодательства в отношении тех, кто курит в неположенных для этого местах. Ну, потому что пассивное курение, конечно, очень обидно. Да, пассивное курение такой же и наносит вред, как и активное. Это, естественно, посмотрите, строительство оздоровительных комплексов. Сегодня почти каждый район республики имеет оздоровительный комплекс. Активное участие граждан Чувашской республики в таких мероприятиях, как Роснация, Лыжня России, в каждом районе Чувашской республики проводятся Дни здоровья. Ну, а теперь еще зарядками мы стали заниматься очень активно. И зарядка. Все это позволяет держать наши органы дыхания в хорошем состоянии. Кроме того, у нас ежегодно проходит акция, называется она «Белая ромашка». Проходит с 21 марта по 21 апреля. В рамках этой акции мы всех приглашаем на обследование органов грудной полости, устанавливаем малодозовые передвижные установки. Уровень лучевой нагрузки меньше, 50 раз меньше, чем раньше было. Поэтому обратим внимание еще раз телезрителей, радиослушателей. Техника пришла, она вооружение докторам, современная. И поэтому бояться, что нужно флюорографию раз в год проходить, совершенно не нужно. Нет никаких условий. А более того, чрезвычайно полезно. В этих условиях, когда мы говорим о таких заболеваниях. Это вот при необходимости. Наша установка выезжает по очереди на какие-то площадки, где у нас больше народ находится. Может быть, это какие-то гипермаркеты. Может быть, это вот... В народ вы выходите в народ, да? Вы выезжаете в районы. Это отдаленные поселки. Мы выезжаем за Волгу, когда людям трудно добраться до города, до какой-то медицинской организации. Мы выезжаем к ним и приглашаем всех на обследование. Обследование абсолютно бесплатное. Кроме того, в рамках этого месячника можно пройти обследование на базе нашего диспансера. Мы их всех приглашаем, пожалуйста, приходите, никому не откажем. И кроме того, такие же малодозные установки установлены и в каждой медицинской организации. В рамках этого месячника они тоже бесплатно обследуют всех желающих на наличие туберкулеза легких, поскольку мы снимаем органы дыхания. Ну, наверное, и в рамках диспансеризации все проходят флюорографию, да? То есть если человеку самому лень пойти позаботиться о себе, сегодня диспансеризация как инструмент такой, который подстегивает наше население пойти и проверить свое здоровье. Ну что ж, огромное спасибо гостям нашей студии. А телезрителям и нашим радиослушателям я желаю, конечно, такого солнечного, радостного дыхания. Побольше быть на свежем воздухе, да? Побольше позитива и вообще большой любовью относиться к себе, беречь себя, заниматься хотя бы минимальной физкультурой или каким-то видом спорта. Или хотя бы прогулками. Всем доброго здоровья!